Здравствуйте, друзья! В студии Олег Радивилов. Мы продолжаем разговаривать на исторические темы. Сегодня у нас в гостях фольклорист. Собиратель фольклора Кристаллина Леонидовна Ивашенко. Здравствуйте, Олег! А можно, вы же разрешили Кристиной вас называть, потому что Кристаллина, боюсь, запутаясь. Сегодня у нас такая очень интересная тема. Мы заявили ведьмы. Потому что образ ведьмы достаточно интересный. Что мы знаем о ведьмах? В Средневековье их сжигали. Но это не у нас, это на Западе. У нас есть, наверное, такой образ ведьмы больше Бабы-Яги. Ну а сейчас ведьма в наше время это, наверное, все-таки больше положительный персонаж. Потому что я ребенку читаю Гарри Поттера. Там каждый второй персонаж это ведьма, и он положительный. Мы на ведьм смотрим по телевизору, и они пытаются пройти финал и найти человека в багажнике автомобиля. Про ведьм. Хорошо. Но вообще тема, конечно, для меня сложная, потому что я не занимаюсь специально ведьмами, занимаюсь музыкой. Но поскольку едешь в село всегда, то все равно какие-то приходят вдруг неожиданные информации. То есть рассказывают люди? Конечно, рассказывают. Но по поводу, какие они добрые или злые, я могу так сказать, что в селе, конечно, есть как злые ведьмы, так и добрые. Добрые – это знахари или знахарки. К ним же относятся бабки-повитухи. Ну, я, конечно, не знаю про вот это. Оно и сейчас, и раньше так было. Знахарки, конечно, их уважали, ценили и любили. Потому что на селе, как правило, особенно в прошлом и в 19 веке, и в начале 20-го вообще врачей не было. Их и сейчас нет. И у нас их нет, врачей. Вот. И поэтому как раз из рода в род по наследственности передавалось вот это знание о травах, о том, что надо собрать, в какое время. И эти люди иногда бывали, ну, на одно село там, в смысле, одна там женщина на несколько сел, к ним там специально ездили. Я уж свое село, понятно, ценила, уважала. Но были и другие ведьмы, так называемые злые ведьмы, которые наносили порчу. И это тоже была правда. Ну, как бы сказать, вот вы верите. Я спрашиваю, что вы верите? А вы верите в ведьмы? Давайте я вас спрашиваю. Абсолютно. Абсолютно не просто верю. Я знаю, что это есть. Почему? Потому что, ну, иначе по-другому не может быть. Если есть на земле рай и ад, ну, не на земле, а вообще в нашей вселенной, как бы. Мы знаем, что душа после окончания своей жизни, она направится либо туда, либо туда. Поэтому и на земле также есть люди, которые служат, скажем так, Богу, и есть, которые служат дьяволу. Так вот, ведьмы – это злые особенно ведьмы. А ведьмами я называю только тех, которые, так сказать, вредят. То есть мы сейчас не говорим о бабушках, которым возят, которые там отчитывают, краски дают, с глаз снимают. Это знахарки или ведьмы, если вы хотите. Их можно тоже ведьмы называть, но они носят положительный такой характер. Как я уже сказала, травницы, целебницы. Они все делают с икос, обязательно с иконами. Они наговаривают воду. Таких тоже сейчас достаточно, ну, недостаточно много, но я знаю таких. Они, конечно, о себе не хотят так вот говорить, но я знаю, где они даже живут. Те, которые лечат, к ним приезжают, они наговаривают воду. У меня бабушка была, к ней привозили людей. Что-то там читала. Вот так в этой комнате, вот я недавно была у одной бабушки, у нее просто вся комната в иконах. И она по полному чину читает там минут 40 специальные молитвы. Вот. Причем она говорит, что мне... Я нормальным человеком была там до 20 или до 30 лет. И вдруг ко мне явилась Богородица. Вот она рассказывает и сказала, что ты должна помогать людям. Причем один раз явилась, я не обратила на это внимание. Потом второй раз, НКС, третий, я уже поняла, что мне деваться некуда. Вот. Таким образом она сейчас лечит. Ну, она уже пожила, ей порядка 80 с лишним лет. Вот. А что касается злых ведьм, они также есть. То есть это ситуация такая, что они тоже, как бы, может быть, не подвластны себе. Ведьмы, вот эти злые, они есть как наследственные, так и ученые. Наследственные, понятно, что передается от матери к дочери, или там от бабки к внучке. Происходит это чаще всего, когда они умирают. Вот. Это мне рассказывали в деревнях. Это прямо вот рассказывали, реально рассказывали. Да, вы приходите. Это рассказывали, что когда не ведьма умирает, вот лежит на смертном одре, она очень долго мучается. То есть там две ситуации. Либо нужно забрать ее, так сказать, вот эту силу колдовства, и это должен сделать кто-то близкий. Либо там дочь, либо, не знаю, снаха, либо внучка. Это они, так как мне люди рассказывали. Она подходит и говорит, а она, то есть, ведьма, ты заберешь? Она говорит, заберу. А если она говорит, не заберу, никто не хочет взять на себя вот эту вот миссию, так сказать, продолжать вредить людям, тогда она очень долго мучается. Чтобы ускорить вот этот мучительный процесс, чтобы из нее душа вышла, обязательно нужно в потолке в избе открыть, ну, доски убрать или еще что-то, потому что они только вот через верх могут уйти, так сказать, из тела вот эта вот тяжелая душа, очень тяжелая душа, и поэтому они мучаются иногда по несколько дней, даже, говорит, приходится им умирать. Вот, и даже после того, как вот эта умирает ведьма, которая особенно не отдала свой вот эту силу колдовства, после смерти она абсолютно так же продолжает мучить людей. Она там приходит в дома, может, там, особенно они вредят животным, они могут вредить, особенно на свадьбах, но для этого, как правильно все знают, кол осиновый, вот это дерево осина, она очень обладает такой силой магической, вбивают этот кол. Это до сих пор в деревнях есть такие традиции? Ну, это рассказывают мне люди. Я не видела лично этот кол, но я знаю, что нужно вбить, они рассказывают, нужно обязательно вбить осиновый кол в могилу, ну, желательно прямо вот в гроб, и тогда эта ведьма уже после смерти никого не будет мучить. Вот такая история абсолютно точно. Еще что интересное, ну, вот я, например, была в селе Перехваль Донковского района, просто даже иногда не спрашиваешь, люди сами начинают это рассказывать. То есть у вас нет как-то такого цели узнать про ведьм, да? Да, нет, у меня такой цель, да. Вы едете музыку собирать и ходите к бабушкам разговаривать. И вот она рассказывает, бабушка, что у нас вот там есть одна улица, особенно если в ночью ходить, а бывает такое, что приходится ночью ходить, очень часто жила у них, не знаю, может, на тот момент она уже умерла, но вот я помню, что она рассказывала, женщина, которая была, считалась ведьмой у них в селе, она превращалась в свинью, и в полночь, полночь это происходило, то есть она начинала там бегать, визжать, потом какой-то рассказывали про какой-то еще горящий шар, который вокруг где-то так вот тоже бегает, и мужики решили, значит, вот таким образом как-то с ней разобраться. Вот. Они ее поймали, то есть это достаточно сложная была штука, Они его поймали в образе свиньи? Да, 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 вот я рассказываю, там специальные веревки, ну, то есть они знали об этом, что она регулярно превращается в семью и бегает там, ну, не знаю, пугает там народ, может, кто-то шел там, может, молодежь какая ходит, для чего надо делать? Я думаю, тоже вот кого-то пугать там, кого-то, так сказать, держать в таком страхе. Мужики брали веревку, и один раз они ее поймали. Вот. И она практически человеческим голосом, типа, не трогайте меня, я больше так не буду, и они, для того, чтобы на следующий день ее, ну, доказать, что вот она действительно ведьма, они отрезали ухо у свиньи, вот. И на следующий день, когда, ну, естественно, она потом превратилась опять в человека, она пришла к себе домой, вот, ну, когда на следующий день к ней пришли, с ней было, типа, поговорить, как тебе здоровье, то есть ее уху, да, либо не было, либо ее надрезы, я не помню, то есть либо надрезы, либо совсем отрезы, но она была совершенно четко, вот этот человек, либо без уха, либо с надрезанным ухом. И эту историю я совершенно четко помню, вот, в Перехвале это рассказывали. А люди, которые вот это все рассказывают, они в это прям верят? То есть это для них часть жизни, это все по-настоящему для них, да? Я в это верю, абсолютно верю. Я, ну, как вам сказать, я, ну, я так же, как я сказала, как если существует бог, существует дьявол, существует бог, существует черт. Вот, почему нет? Это все есть, это все люди умеют делать, превращаться там специально, как-то они там варят какую-то траву, и с паром с этим они через трубу, как они рассказывают, это самое, выскакивают из своего дома, либо рассказывают через 12 ножей, как-то они там перекувыркиваются, тоже вот специальные существуют магические, чернокнижные, так сказать, вот эти все истории. Вот, но мне самой было интересно, как меня выгнали из дома, назвали ведьмой, я вот тоже хочу сказать. А, был такой, то есть, да, вас тоже кто-то считал? Меня, меня посчитали. Давайте расскажем. Это просто было что-то. Так вот, это было еще давно, когда я только начинала заниматься собирательством, я приходила домой, это было в селе Кривец, потому что у меня там дача, и я приходила к одной из бабуль, ну, с ней беседовать. Раз пришла, там, другой пришла, и вот, когда я прихожу к ней на третий раз, значит, сижу спокойно, там, что-то разговариваю с ней, записываю, и вдруг залетает, ну, не залетает, заходит просто ее сын, и просто меня выгоняет, ну, просто, меня никогда со мной так не обращались, я была-была просто в шоке, как это так, и называет меня чуть ли не ведьмой, или колдуньей, и выгоняет. Я иду такая по селу, вся такая, не пойму, что случилось вообще, как, почему я вдруг стала колдунью, потом оказывается, что... И потом к соседям пришла, она рассказывала, говорю, что же такое-то. Оказывается, у них что-то случилось с коровой. А вы ходили до этого несколько раз? А я бы, ну, я бы приходила к бабушке, я же говорю, я записывала фольклор, она старенькая была уже, вот, и я за раз пришла, второй пришла, и вот, когда я третий раз пришла, он... Они уже там про себя решили, что ваши приходы... Да, они решили, что это как-то связано с тем, что я хожу, колдую, и вот что-то там с коровой случилось, то ли она перестала молоко давать, то ли меньше стал давать, то ли заболел, я сейчас не помню. Но он мне ничего не объясняет, просто, что вот ты там нам на голову... Просто, ну, он мне как-то назвал тоже, и в шею просто. И когда я соседям рассказала, они говорят, да ты особо не бери в голову, у нас тут так принято. И я поняла. А, то есть у них в деревне это нормальная история? Ну, не то, что принято. То есть они, в принципе, могут в любом человеке заподозрить, что он колдун, или он специально пришел в дом не для того, чтобы там с бабушкой поговорить, а для того, чтобы вот что-то, какую-то беду принести. Я знаю, что вообще во всех селах, абсолютно во всех, просто я специально этим не занималась, у них эта тема, если начать спрашивать, они будут вечно про нее рассказывать. Потому что эти темы с домовыми, темы с русалками, это же все из области, так сказать, нечистого духа или потусторонней силы. Она там везде живет, во всех домах. А русалка – это одно из воплощений ведьмы? Да, это одно из воплощений ведьмы. Только если ведьма – это живой персонаж, который среди нас живет, человек, то русалка – это уже потусторонний мир. Это русалки – это люди, которые, ну, то есть это души, да, которые прожили, умерли неестественной смертью, либо утопленницы, или также мужчины могут быть удавленники, утопленники, покончившие жизнь самоубийством, и также дети некрещеные, которые умерли, не успев перекреститься. Вот они превращаются в русалок, по поверьям наших жителей. И особенно ходят они в период от Троицы всю неделю до русальского заговора. Вот это русальская неделя, когда нужно как-то тоже, они боятся, и, с одной стороны, вот как раз русалок, народ наш, и почитает, вот если ведьмы на самом деле боятся, да, их уважают, потому что боятся, чтобы они, ну, колдовать будут или еще что-то, вот, то русалок и почитают, и боятся, потому что русалки тоже, они отвечают еще за влагу, за то, чтобы дождь шел вовремя, чтобы урожай был хороший. Вот, и когда вот этих кукол делают, русалок, у нас в Хлевинском районе, например, ну, очень много сел, где, ну, сейчас уже не делают, а где-то до 60-70-х годов 20-го столетия, сплошь и рядом, они там провожали, хоронили даже русалку. Хоронили русалку. Ну, они делают эту куколку, либо из лопуха, либо из осоки, либо из, ну, из какой-то травы, в общем. У меня даже из экспедиции привезен этот экспонат, он стоит там у нас в колледже, и в книжке моей есть фотографии этой русалки. Так вот, девки собирались, молодые, в возрасте там от 7 до 12 лет, их специально этому учили взрослые, потому что это был очень важный обычай и обряд. Они делали эту русалку, ходили, носили ее в рожь и бросали там. Голосили, над ней причитали, ой, ты дорогая, что я наша русалочка. Ну, как на похороны настоящие, да, они целиком отыгрывали весь обряд. Ну, не так прямо они, чтобы долго. Я спрашивала, как долго вы голосили? Ну, поскольку они ее сильно боялись, мы, говорят, бросим ее чуть-чуть, поголосим и скорее убегали. Они говорят, а что убегали-то? Да боялись, вдруг догонят, зашелыкчат. Ой, я не могу. Это было просто, вот вы говорите, как они там верят, не верят. Да абсолютно верят. И после этого они прибегали домой, боялись, как бы их эта русалка, вот из травы эта русалка, как бы их не догнала. Потому что они верили, что она на самом деле в виде образа все равно существует. Приходили домой, им там собирали стол, пожилые бабушки, ну, уже то, что кто не ходил хоронить, в этот поминальный стол обязательно входила специальная каша, пшенник или каравай. Это пшенная каша на молоке, которую на сковороде потом выкладывают, сверху яйцами заливают. И они, девки, сидят и говорят, ну, давайте русалку-то похоронили, теперь давайте поменим. Да, все тут делили по ровному частям этот вот каравай, кушали и расходились по домам. Понимаете, это... И это очень много про русалок, то, что можно рассказывать. И то, что запрет на купание был в этот период, потому что если ты будешь купаться, русалку утащит. Вот. И русалки еще так просто провожали русалок, то есть переодевались в русалку. Один человек переодевается в русалку. Вот. И идут всем селом, стучат в косы, в грабли, как нечистую силу выгоняют из села. Вот тоже такой обычай был, тоже очень интересный. Вот. Так что вот такая история. На самом деле очень интересно. Я думаю, что мы обязательно продолжим разговор и о ведьмах, и о русалках. Друзья, у нас время немножко ограничено, поэтому на сегодня мы завершим. Смотрите нас в будущем. Мы продолжим разговор на интересные темы. Олег Радивилов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok